Продолжая тему о разводе и в связи со странными комментариями на первую часть, я хочу отметить, что мне посчастливилось встретить двух молодых людей в моей жизни. Они действительно самые замечательные и дорогие, близкие мне люди. Кто они? Это мой муж первый и мой нынешний муж второй. С моим первым мужем мы остались самыми близкими друзьями и я бы сказала даже более близкими, чем является мне мой нынешний муж. Мой первый муж является другом семьи и мы отмечали даже последний новый год вместе и проводим достаточно много времени. Итак, продолжаю тему развода и иммиграции. И между телом мы продолжаем прогулку вокруг озера. Аудио, как я сказала в прошлом видео, пришлось переписать по техническим причинам. Итак, рассмотрим следующий сценарий, где супружеская пара на грани развода. Сценарий номер пять. Супруги изменились и стали разными. Все в окружающем нас мире в общем-то меняется с течением времени. Меняемся мы с возрастом. Меняется наше мировоззрение в соответствии с то, что происходит с нами, с нашим жизненным опытом. Меняются ценности, восприятие жизни, интересы, мироощущения. Меняется все независимо от места жительства. Неважно, где мы живем, все мы меняемся. Мы стареем, мы мудреем, мы учимся чего-то нового, мы разочаровываемся в чем-то. Что-то нас начинает завлекать новое. Но когда мы все-таки сменили место жительства и переехали в другую страну, где очень многое по-другому, конечно, шансов на то, что что-то нас изменит и будет больше, чем если вы живете в замкнутом пространстве. Не знаю, изменилась ли я ввиду того, что переехала в другую страну. Я сама сказать не могу. Может быть, естественно, есть какие-то возрастные изменения. Ведь мудрость приходит с годами. Начинаешь на все смотреть вершины своего жизненного опыта. И уже, может быть, мы не так эмоциональны, как когда были молодыми и резвыми, как эти паппи, которые резвятся на травке. Да, и очень много, конечно, видится иначе, чем раньше. Люди меняются и, соответственно, меняются их отношения друг к другу. Интересную вещь могу сказать о себе. Вот это, опять же, субъективно. Мои ощущения и мой опыт, мой субъективный. Моя жизнь до отъезда в Канаду была настолько перенасыщена решениями бытовых вопросов, заботами о семье, работа, дом, что я сама в себе делюсь сейчас. Вот возможно ли было все это, как я умудрялась все успевать, работать, развиваться и расти по карьерной лестнице, готовить, бегать по магазинам, не имея машины. Мы еще концентрировали на зиму, это мы все тащили на себе с базара, большие авоськи. Плюс ко всему я вязала все, от носков до свитеров, шарфиков. Я себе шила одежду, так как магазины нам не могли ничего предложить. И я делала, моделируя сама свою одежду. К чему я это говорю сейчас? Ведь мы были поглощены, по сути, в материальном мире. Заботы, что поесть, что одеть, они нас получали полностью. И что происходит в такой ситуации? Вот этот материальный мир занимает ту нишу, где на мир духовный и на себя самого практически не хватает ни времени, ни энергии уже. Человек настолько выматывается и устает, что уже нет времени подумать. У нас не было времени остановиться, набрать воздух в легкие и расслабиться, и подумать о себе и о жизни. Для нас вот наши ощущения не существовали. Настолько было важно положить на стол еду, одеть, обуть семью, дети. И вообще все это занимало беготня, возня, бытовуха, занимало очень много времени. По приезду в Канаду на нас, конечно же, пал груз и стресс процесса эмиграции. Но в то же самое время наш быт стал намного проще. Для того, чтобы выжить в Канаде, не выжить, а вот жить, выживали мы там. Для того, чтобы жить в Канаде, не надо вкладывать столько времени и усилий на быт. Потому что здесь все очень просто. Ну, маленький пример я приведу. Если на родине мы бегали и выстаивали долгие очереди в ЖЭК, чтобы заплатить за телефон, нужно было стоять отдельную очередь за газ, отдельное направление где-то за свет. Все это было в разных частях города. И все, в общем-то, всегда были там очереди. И поставили нам какие-то припоны на почте. То бумажки нет, то человека на месте нет. И вообще без бумажки ты, как говорится, ничто. А в Канаде мы все сразу же стали делать онлайн, через интернет. Не надо было бегать в поисках брендов, одежды. Или шить и вязать себе одежду. Потому что в магазинах было все качественное и доступное. Транспорт был чистый, удобный. И все устроено так, что было очень удобно и эффективно. Времени стало уходить на быт намного-намного меньше. То есть практически ничего мы не тратили на быт. Это вот только маленький пример. И в результате, когда бытовуха перестает заедать, у эмигрантов появляется время и энергия на раскрытие своих потенциалов. Значит, в этом плане люди меняются. И это положительный эффект на человека и на семью в целом. Но иногда это может оказать странное влияние. И может это привести к странным последствиям. Вот представьте себе, что один супругов очень активный. А второй просто неактивный. Что может произойти? Вот муж такой активный занимается спортом. Ему здесь открылись такие перспективы. Он может скалолазанием заниматься, плаванием, велосипедом. Всем чем угодно. А жена лежит на диване и деградирует. Такому мужчине становится неинтересно в компании супруги. Им не о чем поговорить. В выходные они вместе уже не справляют, не проводят. Потому что у него свои интересы. Он такой outdoor person. Ему нужно куда-то идти, лазить по скалам, гнать свой велосипед. А жене нужно сидеть у телевизора, красить свои ногти. Ей не хочется идти туда, куда идет муж. Потому что ей хочется носить каблуки. Делать макияж. И одевать свои красивые нарядные платья. Им не о чем поговорить. Они проводят у уикендов. Выходные отдельно. Этот сюжет был бы актуальным и на родине. Но в стране, которая представляет такие возможности для людей. Все таки лайфстайл, стиль жизни здесь другой. Это дает возможность почувствовать больше разницу между супругами. На самом деле сценариев может быть много. Я рассмотрела те, которые знакомы мне на примере людей, которых я знаю. И совсем не обязательно из стран СНГ. Вот последний случай это был поляк и американка. Да-да, именно американка предпочла жизнь с глянцевых журналов. Любила безумно шоппинг, бренды, наряжаться. А муж поляк жил природой и спортом. И вот у них становилось все меньше и меньше точек соприкосновения. И они просто расстались. И последний сценарий, в котором эмиграция сыграла стопроцентную роль в разводе. Это когда один из супругов решает вернуться на родину. А второй предпочитает остаться. То есть одному понравилась жизнь в Канаде. А второй категорически отказывается принимать Канаду как свою родину. Как свою сторону в смысле. И этот случай реальный. И я могу сказать, что это семья из Румынии. И ее очень хорошо знал мой муж. Жене не понравилось в Канаде и она решила уехать. А муж не хотел возвращаться обратно. Он себе не представлял уже жизнь в Румынии. Ему очень понравилась Канада. И трагезия, когда при этом надо делить детей. Вот конкретно в их случае жена забрала с собой детей. Но самое трагичное это то, что дальше произошло с этой семьей. Дети уехали с мамой на родину. Прошло несколько лет. И отец семейства, папочка, тем временем развернул удачно бизнес. И у него появилось несколько ресторанов, пиццерии и румынской кухни. Мы заходили с мужем когда-то в один из его ресторанов. Очень такой приятный мужчина. Тем временем детки подрастали. И в один момент они решили вернуться в Канаду. Так как папе нужна была помощь в ресторане. Папа был очень рад их принять. И под этим предлогом они приехали в Канаду. Они уже были подростками. Ну и конечно папа дал им работу в ресторане. И как принято родителям. Дети были подростки. Как принято родителям у нас в УИСТ Европеенс. Мы всегда пытаемся контролировать наших детей. И папочка пыталась тоже контролировать их подростковый пыл. Здесь в Канаде родители не имеют права заставлять детей работать. И если они не хотят работать, то есть мы не имеем права. Мы обязаны обеспечивать детей до того момента, как они смогут себя зарабатывать. А заставлять насильно работать нельзя. И вот именно этот момент детки быстро усекли. И поняли, что могут получать деньги не работая. Они подали в суд на отца за эксплуатацию. В Канаде это реальный закон. И что в результате отца засудили. И в принудительном порядке его заставили выплачивать детям ежемесячно на проживание. Чтобы он выплачивал рент отдельно от него. И проживание. Это был конечно очень большой удар для него. Он потерял бизнес. Впал в депрессию. Такой вот удар в спину получить от родных деток. Впоследствии он отказался от таких детей. Он сказал, что я больше не хочу их видеть до конца дней моих. Дети так и проживали до определенного момента на его пособие. Пока они выросли и не стали быть обязаны обеспечивать себя сами. Отец пытался восстановить бизнес. Он даже открыл ресторан. Вот именно в тот момент мы и приходили. Мож познакомил меня с ним. Но он никогда не стал прежним. То, что его изменила вот эта вот депрессия. Вот этот вот удар предательства родных людей. Его очень изменило. Он никогда не стал прежним. Что с ним сейчас мы не знаем. Давно уже не видели. Но вот это вот такая история. Поучительная наверное. И это один из примеров, когда наглядно видно, что менталитет и законы разные в странах. Вот нужно знать законы. И нужно понимать, что ты делаешь. Нужно осознавать. Без знания законов страны можно влипнуть в неприятные ситуации. И если у нас в Западной Европе мы можем давать шлепки детям, то здесь это не только не принято, но и запрещено законом. Так же как и эксплуатация детей. Теперь о самом разводе. О самом интересном. Развод в Канаде может очень сильно отличаться от того, какой он мог бы быть у вас на родине. И если в странах СНГ наняв хорошего адвоката и заплатив кому надо, можно разрешить любые проблемы в свою пользу, то в Канаде это не прокатит. Если у нас мы могли бы дать на лапу кому-нибудь, скинуть на лапу, как у нас говорят, то здесь этот вариант совсем не прокатит. Забудьте про это. Мужчина может потерять половину своего имущества. И может быть даже больше в пользу жены. Кроме того, он обязан ежемесячно выплачивать на проживание жене после развода. Причем он должен поддерживать прежний уровень жизни для нее. Ну, скажем, она привыкла делать массаж три раза в неделю или летать бизнес-классом. Муж обязан ей обеспечить это не говоря о маникюре, педикюре и прочих жизненно важных процедурах. Был такой случай у нас, это уже Словак, со Словакией пара. Очень зажиточный мужчина, молодой человек. Было у них трое детей. И после развода он ей арендует дом. Причем она меняет дома. С одного дома переезжает в другой. Эти дома минимум по 4 миллиона. Вот целый дом он арендует для нее. Обеспечивает им полет туда-сюда и все разные прелести в жизни. Кроме того, сам развод может стоить огромных денег. Адвокат пришлет вам огромный счет за любое телодвижение с его стороны. За каждый имейл, написанный им, он попросит денежку. За каждый вопрос. И, конечно, вы понимаете, что это разоряет мужчин. Женщины, как вы понимаете, защищены из законов здесь. Но, я не совсем правильно говорю, это ведь относится не исключительно только к женщинам. Если, скажем, провайдером, добытчиком денег была жена, при разводе ее обязанность обеспечить то же самое для мужа. Тот же маникюр, педикюр и, может быть, что-то еще. Все, что, если необходимо, она обязана ему обеспечить. Вспомните разводы звездных пар Бритни Спирс и многие другие. Так что, если вы богатая женщина, будьте уверены, что при разводе закон будет не на вашей стороне. Вам придется поделиться имуществом со своим муженьком. Ваш развод может закончиться легко и безболезненно, если вам нечего делить. Вы мирно расходитесь и все это ограничивается только заполнением бумажек и, наверное, сроком, не помню сколько, два месяца, что ли, и не стоит никаких денег. Да, наверное, там, я не знаю, то ли 200 долларов. Вот такая вот разница. И таким образом мы обошли с вами озеро, на которое мы ходим частенько пробежаться. Заняло у нас, наверное, где-то 25-28 минут, 30 минут от силы быстрым шагом. Если вы бежите, то это будет еще быстрее. Как вы заметили, мимо нас по тропинке прибегало очень много народу, все спортивные. И вот таким образом можно встретить людей в любое время года, полураздетых, они все бегут. Среди них есть и пенсионеры, люди с собаками, с детьми. Вот это вот такой канадский жизнь, лайфстайл. Видите, на велосипедах сюда приезжают, на горных велосипедах. Для тех, кто хочет купаться, здесь имеется два пляжа с песочными берегами. Парк всегда поддерживается в чистом состоянии. Некоторые приезжают сюда просто для пробежки. Некоторые приезжают сюда с гидрокостюмами в любое время года, для того, чтобы переплывать это озеро. Оно небольшое. Если у нас недалеко отсюда еще другое, второе озеро. Оно побольше и похолоднее. Чтобы войти его потребуется где-то 3 часа. В общем, ребята, на этом я заканчиваю свое видео по вашему запросу. Задавайте вопросы, комментируйте. Буду рада новым подписчикам. Спасибо за лайки и за просмотр. Всего вам хорошего, летнего вам настроения, солнца, улыбок. Ну и, конечно же, никаких разводов, пожалуйста. До встречи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова